Говорит Черкесск Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с новым начальником пограничного управления. В день государственного флага глава республики вручил первый паспорт юным жителям республики. 11 жителей Донецкой и Луганской республик также получили российские паспорта в этот день. Казаки Баталпашинского отдела приняли участие в масштабных военно-полевых сборах на Майкопском военном полигоне. Итак, главным новостям. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Карачаевой Черкесии генерал-майором Андреем Самороковым, который был назначен на эту должность указом президента России и уже приступил к службе погрануправления по Карачаевой Черкесии. Рашид Тимрезов подчеркнул, что между органами госвласти Карачаевой Черкесии и погрануправлением налажено тесное взаимодействие, в том числе и благодаря профессиональной работе предыдущего руководителя погрануправления Юрия Кудрявцева. Погрануправление активно участвует в жизни республики. Его сотрудники вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Глава региона выразил уверенность, что Андрей Самороков применит свои знания и организаторский опыт при выполнении поставленных задач по защите государственной границы государства на территории Карачаевой Черкесии. В день государственного флага глава республики вручил первые паспорта юным жителям Карачаевой Черкесии. Мы гордимся нашим флагом, его историей и значимостью, отметил глава республики Рашид Тимрезов на торжественной церемонии вручения паспортов. Сегодня, как и всегда, мы должны быть сплочены, едины для достижения общей цели мира, стабильности и безопасности. Мы должны сказать решительные слова поддержки нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, его действиям, направленным на защиту нашей Родины и каждого из нас. И, как вы видите, сегодня наш государственный флаг, российский Тель-Колор, гордо реет над теми территориями Донбасса, которые были освобождены от украинских националистов. Далее руководитель региона обратился к юным гражданам, которые впервые получили свои паспорта. «Сегодня вы получаете паспорта граждан Российской Федерации. Это огромная честь и ответственность. Теперь уже не только перед собой и своей семьей. На каждом из вас лежит ответственность перед государством», – сказал глава Карачаева Черкесии. 27 школьников, которые в этот день получили паспорта, дали торжественную клятву соблюдать обязанности гражданин Российской Федерации любить и защищать свою Родину, а также честно трудиться во имя своего Отечества. Торжественная церемония вручения паспортов завершилась выступлениями артистов Карачаева Черкесии яркими хореографическими и вокальными номерами. В региональном министерстве внутренних дел прошла торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации. 11 человек стали гражданами страны и получили российские паспорта. С этим значимым событием собравшихся поздравил министр внутренних дел по Карачаевой Черкесии Олег Мальцев. «В тексте присяги, которую вы сегодня приняли, есть два слова – добровольно и осознанно. Надеюсь, что сделанный вами сегодня шаг вы действительно осознали. Став полноправными гражданами, вы сможете принимать активное участие в жизни нашей страны», отметил министр. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства Российской Федерации для лиц, проживающих на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках. Им не нужно в течение пяти лет жить в России, доказывать наличие средств к существованию и сдавать экзамен на знание русского языка. Жители Донецкой и Луганской народных республик также могут обменять свои водительские удостоверения на российские права без экзаменов. Казаки Баталпашинского отдела приняли участие в масштабных военно-полевых сборах. Всего на Майкопском военном полигоне тактическую подготовку прошли около 500 казаков. Офицеры провели инструктаж по технике безопасности и обращению с оружием. Стрельбы прошли с различных видов оружия, в том числе и с пистолетом и автомата Калашникова. В программу сборов вошли также теоретические и практические занятия по огневой, тактической, химической, биологической, радиационной, медицинской и строевой подготовке. «Современная обстановка ставит перед казаками, как и перед всеми жителями страны, новые задачи, с которыми мы, конечно же, должны справиться», прокомментировал атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук. Сборы, прошедшие в Майкопе, это очень важный этап военной подготовки наших казаков. Ежегодно мы проводим военно-полевые сборы на базе 34-й горной мотострелковой бригады «Сторожевой-2». А теперь с нами делятся опытом и майкопские военные. Занятия провели боевые офицеры. Они поделились реальными и очень ценными навыками по организации обороны, наступления, ведению боя на различном ландшафте, продемонстрировали разные сценарии боя, обучили казаков ведению разведки, обезвреживанию взрывных устройств и работе с картами. Безусловно, впечатлены полученным опытом, отметил Валерий Николаевич Дедук. Абсолютный российский рекорд. Знаки Z и V размером 50 на 40 метров установлены на высотах от 200 тысяч 200 до 3,5 тысяч метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это является абсолютным рекордом на территории Европы и России. В республике прошла военно-историческая патриотическая экспедиция «Кавказ-2022» в поддержку специальной военной операции и российских военных. Мероприятие проходило под эгидой некоммерческой организации «Глобус» экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова и Русского географического общества при поддержке правительства Карачаева-Черкесии. На горных перевалах в местах проведения боевых действий времён Великой Отечественной войны Санчарского и Клухорского перевалов и Домбайских вершин были развернуты символы специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Общее количество участников экспедиции, в том числе приехавших из дальних уголков России, составило 300 человек. Так жители всей страны объединились, чтобы провести патриотическую акцию в поддержку российских военных. Жителям сельских территорий в шести российских регионах серьёзно улучшат условия жизни. По поручению президента федеральное правительство направит почти 370 миллионов рублей в Псковскую, Ростовскую, Рязанскую и Самарскую области, а также Карачаево-Черкесию и Якутию на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. На эти средства будут построены и обновлены водопроводные сети, очистные сооружения, дома культуры, детские сады, школы и библиотеки. Решение повысит в регионах доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населённых пунктах. В связи с тем, что в Карачаево-Черкесии наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, в больницах республики введён масочный режим, а также ограничено посещение лечебных учреждений. В общем, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем. COVID не отличается тяжёлым течением заболевания и сопровождается в основном респираторной симптоматикой. На сегодняшний день в госпитале на базе городской больницы находятся 29 пациентов. Подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких среди них нет. Также госпитализировано 7 детей, их состояние стабильное. В общей сложности 365 человек находятся под медицинским наблюдением амбулаторно. К ним относятся лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19. В соответствии с графиком проведения встреч прокурора Карачаева-Черкесии с представителями бизнес-сообщества, 24 августа состоится выездной приём предпринимателей в городе Карачаевске, исполняющими обязанности прокурора Карачаева-Черкесии Саналом Бахниковым. Мероприятие пройдёт с 11 до 13 часов в прокуратуре города Карачаевска по адресу улица Мира, 30. 26 августа заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Али Гербеков с 11 часов по московскому времени проведёт приём заявителей в Усть-Жигутинском районе. Мероприятие состоится в прокуратуре Усть-Жигутинского района по адресу улица Богатырева, 32. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения. В отношении 30-летней жительницы Усть-Жигуты возбуждено уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. Ранее в полицию обратилась жительница Учкекена, сообщив полицейским, что жительница Усть-Жигуты обманным путём завладела её денежными средствами в размере 40 тысяч рублей. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в феврале этого года злоумышленница под предлогом помощи в оформлении получения гранта на поддержку молодых предпринимателей взяла у заявительницы вышеуказанную сумму денег и по настоящее время обязательства не выполнила и деньги не вернула. Социальное предпринимательство в последние годы получило существенную поддержку государства, и число социально ориентированных предприятий неуклонно растёт. О том, как стать социальным предпринимателем, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Для того, чтобы получить социальное предпринимательство нужно получить социальный статус. Социальный статус для этого нужно, во-первых, обратиться к нам в Центр. Мы подскажем, мы дадим перечень документов, которые необходимо собрать и направить в наш Центр. После этого мы это всё проверим, где-то подскажем, потому что там есть определённые нюансы, есть определённые требования. И после этого мы отправляем этот пакет документов предпринимателям, мы отправляем в полномоченный орган. Дальше они рассматривают этот пакет документов и вносят решение, комиссия вносит решение, дать социальный статус этому предприятию или нет. Что даёт нам социальный статус, я сразу скажу. Нам это даёт, то есть здесь вот, получается, официально это предприятие является социальным, и оно может претендовать и получать меры государственной поддержки. Осенью в Черкесске откроется соборная мечеть имени имама Акзам Абуханифа. Одновременно здесь смогут находиться порядка 5000 верующих. На сегодняшний день проведены все коммуникации, отопления, установлены тёплые полы на цокольном и первом этажах. Всего мечеть имеет 33 купола. Внутренняя поверхность центрального купола выполнена мастерами из Турции. В эти дни мастера производят облицовку миноретов и благоустройство территории вокруг мечети, установку перил и, главное, люстры. Каждую субботу на территории мечети проводится субботник, и каждый желающий может принять участие в данном мероприятии. Посёлок Дамбай вошёл в список самых популярных горных курортов для бархатного сезона. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру составил рейтинг самых популярных горных курортов для бархатного сезона. По данным твил.ру, туристы бронируют активный отдых в горах в начале осени от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 2,5 до 4600 рублей в сутки. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, днём в горах, кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса тепла. В горах местами до плюс 28, в Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Реклама Только до 4 сентября в Кисловодском цирке новая грандиозная шоу ГИИ и рация «Пещаная сказка». Кот города 8-7-9-3-7-2-96-58, категория 0+. Это были главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова